ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На российских дорогах могут появиться зоны успокоенного движения. Эти участки будут обозначены знаками, запрещающими движение транспортных средств со скоростью более 20 км в час. Пешеходам здесь будет разрешено переходить в проезжую часть в любом месте. Еще одно нововведение затронет перекрестки с круговым движением. Речь идет о повсеместном приоритете движущихся по кругу автомобилей над въезжающими на круг. ТРАССА СТО ОДИН Каждая вторая продающаяся в нашей стране автозапчасть контрафактная. А 80% комплектующих везены из-за рубежа. Такую информацию озвучил представитель Министерства экономического развития. По его словам, ведомство продумывает новые способы борьбы с контрафактом. Один из них – чипирование деталей. Однако это, по мнению других экспертов, приведет к подорожанию запчастей. ТРАССА СТО ОДИН Принимать экзамены на получение водительского удостоверения должны автошколы, а не ГИБДД. Права нужно разделить на постоянные и временные для новичков. Граждан, которые затем будут трудиться водителями, надо обучать лучше и спрашивать с них больше. Эти предложения содержатся в послании, которое поступило в Госдуму от гильдии автошкол. Также образовательные организации считают необходимым разрешить мотоциклистам без бокового прицепа двигаться по выделенке. ТРАССА СТО ОДИН Автомобилям инвалидов первой и второй групп хотят предоставить право двигаться по выделенным полосам. Рассмотреть такую возможность рекомендовано правительству страны. Авторы инициативы говорят о том, что людей с ограниченными возможностями или их представителей за рулем не так много. Общественному транспорту они не помешают. На другой чаше весов более комфортные дорожные условия, в которых инвалиды нуждаются в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРАССА СТО ОДИН